Я уже представлял здесь два раза эту трилогию, поскольку в силу разных причин не успеваю завтра сделать это на книжной ярмарке, то мы все мероприятие перенесли сегодня сюда. А завтра я, к сожалению, довольно надолго получу работать в один любимый университет и вернусь, наверное, к Новому году, если получится. Поэтому прокомментировать все события, которые произойдут до Нового года, у меня есть уникальный шанс сейчас. Если грабко говорить про трилогию, то от предыдущей исторической книжки «Оправдание орфография» Остромов она отличается тем, что, во-первых, это менее личный и, как мне кажется, более объективный взгляд на эпоху. Во-вторых, эти три книги вообще не про меня. Я старался оттуда себя убрать, насколько возможно. И, в-третьих, они более сложно построены. Там такой сад расходящихся линий, и эти линии находятся между собой в неочевидных отношениях. Некоторые не очень понятливые люди уже написали, что «Истребитель» — это цикл из семи повестей. И это не так совсем. Это всё довольно честно переплетённые истории. Но это как бы семь путей, семь способов жизни в тех условиях, которые предоставляют середину XX века. Это книга о том, можно ли спастись профессионализмом, когда отменено такое понятие, как совесть. Ну и вообще пересказывать книжки «Последнее дело». Что должен делать автор во время творческой встречи? Посильно призвать читателей всё это приобрести. Я вас, конечно, к этому призываю. На вопросы я отвечу любые, касающиеся трилогии, не касающиеся трилогии. А если нет никаких вопросов, то мы можем сразу, как всегда, приступить к самой приятной части церемонии, а именно к раздаче автографов и совместному фотографированию. Это я люблю гораздо больше, чем всё остальное, потому что после хорошей книги вопросов вообще-то не должно оставаться. Или они должны быть не к автору, например, а к себе. Поэтому в ожидании автограф-сессии я весь ваш. Да, Дмитрий, спасибо. Уважаемые гости, может быть, кто-то хочет начать с вопроса автором? А если никто не хочет, то и вообще хорошо. И у нас есть уже первые вопросы. За вам. Да пожалуйста. Дмитрий Леонидович, вы хотите? Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. А скажите, а что у вас за книжка? Вот июнь вот эта книжка, которая вот. А что она? Спасибо. Она об июне, такой летний месяц. Этот месяц известен тем, что на него приходится самый длинный день в году. И в 41-м году этот самый длинный день совпал с началом Великой Отечественной войны. Вот об этом рано. Да, спасибо. Расскажите, пожалуйста, откуда возникла идея трилогии «Наив», в которую вошли романы «Икс», «Июнь» и «Истребитель». Если бы я знал, откуда возникают идеи, я давно бы уже проводил в этом удивительном месте всё в своё свободное время. Они возникают спонтанно. И названия, как правило, придумываются без учёта будущей трилогии. Когда появился «Икс», я понятия не имел, что напишу «Июнь». А «Истребитель» возник вообще совершенно неожиданное чтение дневников Бронтмана. И они выстроились в одну линию, помимо моей воли. Я считаю, что это через меня говорит какое-то верховное существо, которому захотелось неожиданно прочитать роман из «Жизни лётчиков». Если бы я мог заранее планировать, что получится, уж я бы заранее такое спланировал, что мало бы не показалось никому. Но, к сожалению, автор менее всего себе хозяин. Поэтому вот я, хотя я сейчас уже сижу как бы по уши в следующей книжке, и вся она занимает моё воображение, это будет сборник из семи повестей или таких больших рассказов, я, тем не менее, всё равно понятия не имею, что рожданом будет. Там будет очень много разных линий, тоже разных вещей. А во что они сложатся в целом, не знаешь никогда. Остаётся полагаться только на Господа, который твоей рукой иногда водит, а иногда отворачивается. Я надеюсь, что вот эта книжка, которая будет называться большинством, будет неплохая. Собственно, дописывать её я и еду, потому что дописывать её здесь у меня не получается. Давит какая-то тяжесть. Может быть, это тяжесть общественной атмосферы. А книга должна быть очень смелой, очень храбрая. А здесь я всё время бьюсь по рукам. Там я расхраблюсь. Воздух свободы сыграет с профессором дурную шутку. Там я закончу эту книгу и привезу её сюда, получать за неё синяки и шишки. Спасибо. Дмитрий, скажите, какие документы, источники вы использовали при написании романов? Ничего не скажу, а то вы тоже их используете. Большая часть из них общедоступна. Слава Богу, оцифрованные лежат в сети дневники и Брондмана, и других участников, скажем, там, переписка Поликарпова. Что касается воспоминаний о шарашке, этих воспоминаний осталось очень много о туполевской шарашке, о её быте. Остались тенгазеты, которые они рисовали, журнал такой, который они вели. Это же были люди очень культурные, и они юмористически подходили к своему заключению. Они писали всякие остроумные скетчи, рисовали карикатуры друг на друга. Так что читатель не критичный, может подумать, что им там весело очень было и приятно. А это потому, что культурный человек никогда не жалуется. Естественно, я использовал выходившие тогда книги самих этих лётчиков. Записки Штормана, Расковой. По-моему, недурную книгу Брондмана о Кокенаке довольно интересно. Множество воспоминаний о Чкалове, которые печатали сразу. Но я хочу просто предупредить, что волчак – это не совсем Чкалов. Это такая анаграмма. Вроде он составлен из тех же обстоятельств, но другим образом. Как любил говорит Лев Александрович, слова пусть будут ваши, а порядок слов – мой. И Канделаки не совсем Кокенаки, и уж, конечно, Петров не совсем сироп. Хотя они очень похожи, больше похожи, чем остальные. Вот Сталин – это Сталин. За это я ручаюсь, потому что все его реплики документальные, которые здесь приведены. И все разговоры с ним действительно были. Они записаны участниками, потому что люди придавали встречам с вождём огромное значение. И немедленно их фиксировали на бумаге. А всё остальное я придумал. Субтитры сделал DimaTorzok